Самарские новости спорта Мы волонтеры чемпионата мира. Мы должны быть физически подготовлены. Я занимаюсь бегом, самостоятельно бегаю в парке, на тренажерах. Сама занималась синхронным плаванием около пяти лет. Следующее спортивное испытание команда самарских волонтеров пройдет уже в Сочи. Первую практику добровольчества они получат как раз на Кубке Конфедерации. Зона ответственности – так называемая последняя миля. Самарцы помогут сориентироваться болельщикам в районе стадиона. Приехала поддержать волонтеров в этом нелегком деле посол чемпионата мира – паралимпиец Николь Радамакина. Пожелать ему удачи, дать напутственные слова перед Кубком Конфедерации. Ну и конечно нужно насладиться бегом. Параллельно и с футбольными волонтерами свою стафету бежали любители и профессионалы легкой атлетики. Ежегодно эти соревнования посвящены Дню Победы. На старт по традиции вышли школьники и студенты из разных районов города. 4 километра разбиты на 14 этапов – от 160 до 800 метров. Лидируют на дистанции, как обычно, спортсмены Кировского и промышленного районов. Работают с дюшором, это современные пятиборья, легкой атлетики. В основном, поскольку у нас легкоатлетический манеж здесь, здесь уж так сложилось. За победу боролись 500 человек. Спринтеров и стаеров тренеры ставили на разные дистанции. Спортивного чуда в этом году не произошло. Лидеры отстояли звание чемпионов. Это сборная команды Кировского и промышленного районов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!